Сегодня был небольшой поход к полиции, чтобы узнать насчет моего дела об исчезнувшей электронной книге. Потом посмотрел по дороге, не заработали ли кинезиологи, и зашел еще в магазины с матрасами. Там, конечно, я спрашиваю у продавщицы, вы сейчас свободны? И мне говорят, да. А я смотрю, ходят с какими-то кроватями, там работники, еще человек зашел, и потом продавщица говорит, можете подождать? Она так культурно, подождите, пожалуйста. Но я уже и до этого ждал. И я просто зашел в соседний магазин, который прям большой, и там так очень хорошо со мной общались. Единственное, что я опять подумал, что я себе не позволю ничего купить, и вернулся опять в этот магазин с теми же вопросами, А там фигурирует слово... Я не могу его сказать. Ладно, скажу. Там фигурирует слово пупырышки. А как это еще назвать? И в большом магазине в соседнем все нормально на пупырышке. Пупырышки есть там такое, есть такое. Ну, просто была какая-то идея для нового эксперимента. И, ну, конечно, люди не знают, как на это реагировать. А вот тут я вернулся в этот магазин, и как начал со своими пупырышками, и мне говорят, вы можете нормально объяснить, что за детский сад? И из-за того, что я еще на тот момент не позанимался, я подумал, что я сейчас не хочу тратить нервы и время тоже. И как-то сказать, я не хотел встать в свою излюбленную, ущербную позу. Это когда люди, ну, так, немного могут рисковато, смеловато разговаривать, а я просто жду, когда это закончится. И я сказал, ну, ладно, мне пора, спасибо. И просто сейчас так быстро. Всего доброго! Ну, в общем, это что-то типа маленького конфликта, но очень маленького. Но все равно как-то не очень. Особенно если сравнить два магазина, вот как люди могут работать по-разному. Потом я отказался от своего эксперимента сегодня же, потому что я нашел еще другие магазины, и все мои идеи, ну, в интернете, все мои идеи, они очень дорого стоят, и, скорее всего, они ни к чему не приведут. Потом, ладно, сейчас расскажу, еще фильм посмотрел прямо сейчас, пока ел там и готовился ко сну. Ну, что-то там джунгли, круиз по джунглям. И, ну, мне вообще как бы понравилось так все как-то... Хорошие сюжеты. Я думаю, что перед сном как раз такой фильм хорошо смотреть, потому что будет легко заснуть. Я не знаю, почему мне так кажется. Но в музыке чуть-чуть там вот под титры я услышал что-то такое вот непрезентабельное слегка. Спасибо. 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 Спасибо.